Вещи и сны – значение как толковать и почему они снятся. Рубрика статьи, виды и типы метки статьи, вещи и сон, дни когда сны – вещи, заговор на вещи и сон, запомнить. Сновидение – календарь вещих снов, когда снятся вещи и сны, толковать вещи и сон, что такое вещи и сны. Самые важные вещи и сны за всю историю человечества. Наверняка каждый житель планеты в своей жизни видел сон, который впоследствии сбылся. Такие сны в народе принято называть вещами. О силе и значимости пророческих явлений писали в Библии, исторических летописях передавали их значение другим людям. Человеческий разум предпочитает думать, что вещи и сон – это вести от высшего разума, жизненная подсказка, озарение, которое вселяет уверенность в своих силах и помогает идти дальше. За всю историю человечества можно выделить несколько загадочных и значимых сновидений. 1. Сон Иосифа пророчил рождение Иисуса. Во сне к нему явился ангел и велел взять Марию к себе в дом, поскольку она беременна от Святого Духа и носит сына Божьего. Иосиф выполнил все пожелания ангела и через время у них родился сын, которого нарекли Иисус. 2. Сон Гекуба пророчил падение Трои. Во сне женщина увидела, будто родила факел, который жажет весь город. Новорожденного младенца Париса бросили в горах, дабы сон не сбылся. Парис выжил и будучи взрослым юношей вернулся в город, где о нем вспомнили и приняли как родную кровь. Парис похитил прекрасную Елену, вследствие чего разгорелась война и город был сожжен. 3. Сон Авраама Линкольна предсказал смерть. За 10 дней до своей смерти Линкольн увидел сон в зале Белого дома, стоял гроб, накрытый государственным флагом, люди хоронили президента. К сожалению, вещий сон имел прямое значение и сбылся. 4. Сны про открытие. Много известных людей смогли завершить свои начинания вовне. Менделееву приснилась таблица писателю Данте «Божественная комедия» и Хао «Швейная машинка» Де Тортини заключал во сне сделку с дьяволом и написал дьявольскую сонату «Математика». Тьюринг увидел во сне схему и создал компьютер. Вещий сон обязательно должен исполниться, важно его правильно растолковать. Немало сновидений великих людей на самом деле сбывались, поскольку в прошлом уделялось достаточно внимания вещам снам. Советники при дворе волхвы помогали толковать сны и предупреждали о предстоящем горе или радости. Как определить, когда снятся вещи и сны? Некоторые люди не выдают своих истинных интересов к сновидениям, пытаясь показаться безразличным к толкованию и расшифровкам. Но даже самый отважный пессимист вздрогнет после вещего сна. Есть несколько критериев, помогающих определить, когда снятся вещи и сны четкость сновидения. В основном сновидения беспорядочны, имеют несколько этапов, события быстро перескакивают с одного на другое, не имея при этом особого смысла. Пророческий сон является небольшим вложением, в основной отличается четкостью и конкретностью действий. Может так устроено природой, но особые сновидения проходят как фильм в человеческой голове. При просмотре ничего не мешает, никаких посторонних мыслей, что помогает спящему лучше запомнить сон на утро, а может и на всю жизнь внутренние чувства. Ясные видения в момент сна вызывают у человека особые чувства трепет, волнение, удивление, озарение. Душа чувствует, что она была избрана увидеть это событие во сне, дабы в будущем принять правильное решение. Астрологи верят, что высший разум предпочитает говорить с человеческим только в ночных путешествиях. В зависимости от происходящих или предстоящих событий можно определить вещий сон или нет. Вещий сон – это решение уже существующих или предстоящих проблем, событий, посланных человеку с целью предупредить и подготовить духовно. Календарь вещев снов, дни, когда сны вещие. В зависимости от лунной фазы и дня недели определяются дни, когда сны вещие. Но это не дает повода сомневаться в правдивости вещев снов, если по календарю момент не самый благоприятный. Астрологи составили четкий календарь, когда сон может быть правдивым. Понедельник – высокая вероятность, что сон – вещий. Вторник. Сон сбудется в ближайшие 7-10 суток. По истечению указанного времени его смысл уже не имеет значения. Среда – сон может быть. Вещи мы исполнятся в течение суток. По истечению 24 часов сбудется частично. Четверг. Сны всегда сбываются. Пятница – вещами. Выступают любовные сны. Раскрывают чувства с неожиданной стороны. Суббота. Сон сбывается только утренние. Воскресенье. Частичное исполнение сновидений. Вещий сон обязательно исполнится, если человек родился в тот день недели, когда он ему приснился. Что сделать, чтобы приснился вещий сон? Как было упомянуто ранее, древние нации верили в правдивость сновидений и потому часто выполняли обряды, которые помогали увидеть правдивый сон. Конечно, в нынешнем мире жертвоприношение расценивается как преступление, но никто не говорит о радикальных мерах. Достаточно соблюдать несколько простых принципов психологической подготовки ко сну. Принцип чистой мысли помогает медитация. Стоит упомянуть, что сон отражает человеческие эмоции, мысли и желания. Иными словами, человек хочет увидеть вещий сон, а значит должен очиститься от лишних мыслей и сосредоточиться на волнующем объекте. Принцип правильной формулировки желания расставить все приоритеты. Обращается человек к своему подсознанию или высшему разуму, он желает одного – увидеть ответ на свой вопрос во сне, как произошло. В случае со многими великими людьми. Даже ученые не отрицают материальности мыслей, что говорит о возможности самостоятельно сформировать и вызвать пророческий сон. Принцип соблюдения алгоритма. Алгоритмом в данном случае будет выступать несколько несложных действий – вызывать вещий сон на растущую луну, принять расслабляющую. Ванну – зажечь в спальне благовония сандального дерева, спать в одиночестве. Принцип правильного толкования. Очень важно не только увидеть ясный сон, но запомнить его и правильно растолковать. Для этого нужен вовсе не сонник, а знание самого себя, кем человек является, кто его окружает, какие события предстоят. Соблюдение принципов может вызвать вещий сон, но не факт, что он обязательно приснится. Заговор на вещий сон. Имея истинное желание войти в контакт с высшим разумом, рекомендуется прочитать заговор на вещий сон. Абсолютно безопасный, не связанный с магией. Заговор 1. Прилягу я раб, а Божие имя на сионских горах поспать. Три ангела у меня в голове, один видит, второй слышит, а третий мне всю правду поведает. Аминь. Заговор 2. С четверга на пятницу я лягу спать, попрошу Матерь Божию пусть то приснится, чему суждено сбыться. Оба заговора считаются в абсолютном спокойствии и одиночестве. Не стоит практиковать зеркала, свечи и черную магию, поскольку даже самые отъявленные реалисты видят сверхъестественное и не только во сне, но и наяву. Как запомнить вещи сон природа сна такова, во время явления сновидений господствует чувство, разум отдыхает. Именно поэтому человеку довольно тяжело запомнить те действия, которые происходили с ним во сне. Порой даже кажется, что вообще ничего не приснилось. Память на момент глубокого сна отключается, но если сон был отчетливым и хорошо запомнился, значит он действительно вещи и несет. Прямой или скрытый подтекст. Сновидения посланные свыше просматриваются, словно наяву, одна из тайн, которая не подвластна толкованием. Другой случай, когда человек пытается намеренно вызвать особенный сон, где он ожидает увидеть решение насущных вопросов. Есть несколько способов запомнить сновидения, вести записи. Для этой цели стоит держать поблизости спального места ручку, дневник или диктофон. Во время ночных пробуждений сон помнится отчетливо, а чувства, пережитые во сне, кажутся настоящими. Именно в этот момент стоит быстро записать все на бумагу, ведь если снова заснуть, то уже тяжело вспомнить предыдущий сон правильный настрой. Перед засыпанием рекомендуется очистить мысли, сосредоточиться на происходящих событиях и задаться целью запомнить очередное путешествие в сонное царство. Психологи уверены, если человек ведет правильную, размеренную жизнь, его сон столь четкий и понятный. Народные методы. Экстрасенсы советуют на ночь открывать окно, чтобы душа могла спокойно вылетать за пределы комнатных стен. Многовековая наука знахарства предлагает окуривать комнату благовониями сондального дерева, что помогает увидеть и запомнить сон. Как толковать вещий сон? Первым делом после волнующего сна человек открывает толстый сонник с целью найти объяснение своим видением, но многосторонние трактовки только сбивают с толку. Обычно ясные видения приходят в тот момент, когда нужна помощь или грядут серьезные перемены. Самое важное – понимать, что сон отображает внутренние переживания человека и может трактоваться только исходя из происходящих событий и понимания его личности в общем. В Библии считалось, что сон может быть послан как Богом, так и лукавым, а следовать предсказаниям или нет, решал человек. Часто бывают случаи, когда во сне являются мертвые или собственные похороны, что совсем не означает оскорой гибели. Потому, прежде чем впадать в фаннику, необходимо проанализировать себя и попытаться найти положительный смысл в тайном сновидении. Вещи и сны – доверять или бояться. Вещий сон может присниться как по желанию, так и неожиданно. Природные истинные сны данные человеку свыше и несут чаще всего прямой смысл. Не стоит бояться таких сновидений, нужно правильно научиться их толковать. Правильное восприятие особенных снов путь к управлению своей судьбой. Вещий сон может принести как хорошую новость, так и плохую, но в любом случае он послужит предупреждением для человека, скорее даже для избранного человека. Видео «Вещий сны» Видео «Вещий сны»